А помните, как поэтично все начиналось еще две недели назад? Мы тогда в едином порыве проголосовали за поправки в Конституцию. Я не ошибаюсь сейчас, потому что действительно в едином порыве почти, если верить памфиловскому циху, явка-то составила порядка 70%, потому что действительно за. Опять же, согласно данным девушки Элли, свое одобрям сказали около 80% жителей изумрудного города. Так вот, возвращаясь к поэтичному началу, Песков как хвастался сразу после. По сути, сказал, это ведь был референдум о доверии Владимир Владимировичу, и хороняки, как всегда можно сказать безоговорочно, поддержали главаря. Да кто бы сомневался. Мне иной раз кажется, что наш царь даже в условиях ядерной войны и непрекращающихся бомбежек сможет собрать до 90%. Электората, и все будут, конечно, за него. Интрига останется лишь в том, как в конечном итоге те голоса распределятся за него или за него-за него. Начинаем! И вот, значит, пока мы с вами дружно ликовали, упиваясь своей победой, так сказать, писали открытки с поздравлениями отцу народов. Ну, шутка ли? Президент мира останется с нами как минимум еще на 16 лет? Блин! Стабильность дала трещину. На Дальнем Востоке, а точнее в Хабаровском крае, начались какие-то протесты. Вот это поворот. Причем, ну как какие-то? Например, в том же Хабаровске на улицы вышел каждый десятый. А если отмести малых детей и немощных стариков, думаю, не совру, если скажу, что почти четверть взрослого населения города пошла протестовать. Бургал! 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 А вместе с людьми милиция. Ну, в одном из прошлых выпусков мы с вами договаривались. Милицией будем называть тех стражей порядка, которые защищают народ. Полиция же, прости господи, ну да бог он судья. А вместе с людьми чиновники. А вместе с людьми тамошние элиты. Формально народ восстал из-за мутного ареста хабаровского губернатора Фургала, которого обвинили черт знает в чем. В откровенно уголовных преступлениях, да еще столетней давности. Да еще на основании одних только показаний бывшего бизнес-партнера. Обвинили, будто приговор уже вынесли, который не обсуждается. И вообще речь идет не о губернаторе, как бы о каком-то матером бандюгане. Восемь ходок, семь побегов. Впрочем, очень скоро стало понятно не только в Фургале дело. Ситуация с данным арестом послужила лишь толчком, а дальше пошло-поехало. По крайней мере, если судить по лозунгам и кричалкам, что слышались из толпы, с выводами относительно референдума, прошедшего 1 июля, господин Песков, мягко говоря, поторопился. ПУТИМ ВАР! ПУТИМ ВАР! ПУТИМ ВАР! ПУТИМ ВАР! И вот тут стало понятно, что стабильность наша незыблемая дала еще одну трещину. Потому что даже невзирая на то, что официальные российские СМИ упорно не замечали, да продолжают не замечать волнений на Дальнем Востоке, как будто это вообще не Россия, со всей страны в адрес хабаровчан посыпались слова поддержки. Да что ж, блин, происходит-то с этой самой стабильностью? Повторюсь, еще две недели назад было ого-го, в сказке жили, а тут раз и посыпалась сказка в одночасье. Это реальная журналистика, неужели нас обманывают темы сегодняшнего выпуска? Поехали! Дорогие друзья, я нечасто это делаю, но в данный момент мне, наверное, и не хочется оставаться равнодушным. Предысторией послужило недавнее знакомство с одной женщиной, которая возглавляет общественную организацию «Солнечные дети». Есть особые дети, дети с синдромом Дауна. Кто-то их считает инвалидами, но факт остается фактом. Они уже есть, их огромное количество, а вот что делать с такими детьми? Как их правильно воспитывать, какие шаги необходимо предпринимать, родители зачастую не знают. Этим людям помогают те, кто сами прошли через нечто подобное методом проб и ошибок, придумали и внедрили нужные методики. Каждый год рождается вот сейчас около 30 детей. Когда организация только появилась, это была цифра около 60. То есть, получается, больше 40 детей оставались в детском доме, и только 15, 10 детей оставались в семьях. Вот с ними мы начали заниматься. Самое первое, с чего мы начали, это ранняя помощь. То есть делились опытом наши иностранные коллеги, мы смотрели маленькие ступеньки, были такие пособия. В данный момент благотворительная организация «Солнечные дети» испытывает определенные финансовые трудности. Нужны новые помещения, появились дополнительные расходы. По части программ прекратилось финансирование со стороны государства, виной тому кризис в том числе. Никого ни к чему не призываю, но если сможем помочь, давайте это сделаем. Реквизиты организации внизу. К слову, почему о ситуации в Хабаровском крае молчат российские СМИ, вот как раз объяснимо. Но я, тем не менее, разжую, с вашего позволения, действительно, не все понимают. И тут, на самом деле, существует несколько причин. Первое. Несмотря на то, что мы уже давным-давно живем в 21 веке, несмотря на то, что человечество изобрело интернет, спутниковое ТВ, айпи-телевидение, вы не поверите, но подавляющее большинство россиян до сих пор получают информацию из зомбоящика. Почему? Да потому что народ в нашей стране живет очень бедно, особенно в регионах. Та же спутниковая тарелка для многих по-прежнему дорогое удовольствие. Это же касается и айпи-телевидения. Компьютеры до сих пор есть не у всех, не говоря уже о гаджетах. Я имею в виду нормальные, более-менее современные компьютеры, а не старое барахло, которое кое-как заводится, и на которых, кроме как в одноклассники, и не сходишь никуда. Поэтому пялятся люди в телек по старинке, вечерами до выходные. Тем более, что правители наши недавно подарили своему нищему народу бесплатное цифровое телевидение. Бесплатное! Одна незадача. В цифровых мультиплексах присутствуют исключительно нужные правителям пропагандистские каналы. Все остальное из ящика повыкидывали. Вернули, в общем, граждан в эпоху от советского информбюро. Добрый вечер, товарищи! Добрый вечер! Сегодня в Москве открылось торжественное заседание Центрального комитета КПСС, Верховного совета Союза СССР и Верховного совета РСФСР, посвященное 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. А теперь представьте, если людям, сидящим вот на этом наркотике, вдруг показать хабаровские протесты. Вдруг рассказать о том, что народ и партия не очень-то едины. О том, что стабильность не такая уж и стабильная. Да у них шарики за ролики сразу зайдут. Их перемкнет тут же. Да разве ж такое бывает? Но это только первая часть Морализонского балета. Переходим ко второй. И там все еще хлеще. Чинуши наши разучились общаться с людьми без посредников в лице пропагандистов. 90% слуг народа понятия не имеют, с какой стороны к этому народу подойти. За них 20 лет это глашатые делали. Чуть что... Соловей, киселек, придумайте там что-нибудь, наплетите им какой-нибудь ахинеи. Ну вот предлагаю вернуться обратно к хабаровским протестам. На примерах разберем. Статья в одной из пропагандистских газет появилась в понедельник. Бунтовали хабаровчане на тот момент уже третий день. И о чудо! Ночью задержали четырех пьяных. Подозреваю подосланных провокаторов. Ну да не в этом дело. Читаем. В Хабаровске ночной дозор в поддержку Фургала превратился в ночной позор. В шествии митинг захлебнулся в алкоголе. О как! В отличие от предыдущих дневных митингов, многие участники третьего предпочли поднимать градус накала спиртным и превратили политическую акцию в пьяные разборки. Ну или вот так еще можно. Всегда ведь найдется под рукой какой-то специально обученный попка-дурак, простите, готовый понести в массы любую ахинею. Пожалуйста. Обратите внимание, что такие массовые мероприятия, они просто как бы не получаются. То есть это невозможно. Это всегда есть организатор. Вот среди организаторов замечено понятно, что Навальный. Вот хорошо, что у нас есть Навальный, на которого всегда можно перевести стрелки в любой дурацкой ситуации. И не важно, что у нормального человека тут же возникает вполне резонный вопрос. Где Навальный? И где Хабаровск? Если про Фургала говорить, он вообще из ЛДПР, для которых Навальный такой же враг? Плевать. У Навального же есть штаб на Дальнем Востоке, значит Навальный все и устроил. Но эта логика такая у халуев или заблюдов, в любом случае оно рассчитано не на нас с вами, оно рассчитано на тех, кого эти монстры посредством своего телевизора превратили в идиотов, в моральных уродов. Кстати, а если бы в Хабаровске был космодром, марсианский след бы искали? А вообще, конечно, и вот сейчас хочется обратиться к тем, кто все еще сомневается, не проплаченная ли акция. Ну давайте пойдем от обратного, допустим, что проплаченная. А где же тогда, задаю вопрос, многотысячные митинги сторонников режима? Ну этих же, если верить Пескову и его халуям, в разы больше. Чего ж тогда? Да, замечательные патриоты до сих пор не вышли толпой тысяч в сто в пику оппонентам и не сказали, шали, берасты, где они? На выборах миллионами ходят, стабильность поддерживают, а тут что, ста тысяч в Хабаровске не нашлось? Или, в общем, думайте, хай это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. На моей страничке в ютубе ссылка сверху, больше серии этого сериала, заходите, просвещайтесь, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за сим спешу откланяться, пока. Пока!